Друзья, правда ведь редко бывает, что работники любят своего начальника? И как часто начальство проявляет себя не с самой лучшей стороны, ни во что не ставя людей, которые на них работают. Но эти истории покажут, что в каждом правиле есть исключение. Перед вами владелец пиццерии из Филадельфии Мейсон Вортман, который изобрел собственную валюту, действующую только на территории его ресторана. Это гениальное изобретение вмиг стало популярным, так как несло с собой нечто невообразимое. Мейсон частенько замечал, как бедные люди, не имея денег, с грустью смотрели через стекло на то, как другие едят, и ничего не могли с этим поделать. По его словам, он бы рад искоренить эту проблему или помочь с трудоустройством бездомных, но за неимением доступных средств он решил сделать хоть что-то. Так в чем же заключается гениальность его идеи? Все просто. Каждый покупатель может в плюс к своему заказу потратить еще один доллар, ровно столько стоит кусочек пиццы, и получить за это цветной стикер, на котором может написать все что угодно и наклеить на стену. И тогда любой бездомный сможет оторвать этот стикер и прочтя пожелания типа «наслаждайся» или «пусть у тебя все будет хорошо», предоставить его кассиру и получить уже оплаченный другим человеком кусочек пиццы. Мейсон говорит, что очень часто люди хотят помочь кому-то, но не знают, как это сделать. Это суперпростой, суперфиктивный и суперпрозрачный способ помочь бездомным, говорит парень. Вот такой он владелец пиццерии с большим сердцем. Есть такой предприниматель в Штатах и зовут его Маркус Лемонис. Он также ведущий программы «Профит», которая снимает истории про работников среднего и малого бизнеса. Незадолго до этой нашумевшей истории он вложил деньги в сеть «Пекарень», куда устроилась работать с Тами Форбес. Мать-одиночка с двумя детьми, которая к тому же ожидала третьего. Так уж вышло, что во время беременности третьим ребенком ее бросил муж. И она была вынуждена, не покладая сил работать, чтобы обеспечить и себя, и детей, суметь скопить деньги для предстоящих родов, платить по счетам в конце концов. И вот Маркус, изучая дела каждого из сотрудников, остановился на Тами, пораженный ее трудным положением. И вот в один из дней, когда Тами пришла на работу, ее встретили телекамеры и сам Маркус. Она не на шутку перепугалась, опасаясь, что она, может быть, что-то нарушила, ее могут уволить. Но случившееся спустя несколько секунд вызвало у женщины грады слез радости. Маркус не то, чтобы не уволил ее, он заявил, что поднимает ей зарплату с 300 долларов в неделю до 1000, а также повышает в должности до начальницы филиала. И мало того, он организовывает ей полугодичный оплачиваемый отпуск, чтобы она могла спокойно родить и вернуться к исполнению своих обязанностей в лучшей форме. Ну что сказать, для Тами это, наверное, самое лучшее, что случалось с ней в жизни. И кто-то скажет, что все это на показуху. Но я считаю, что дай бог, чтобы в мире было побольше такой показухи, и, кажись, матерей-одиночек, окруженных такой безнадегой, станет куда меньше. А вот эта история и вовсе поражает. Если до этого начальник сотворил маленькое чудо, то тут уже сами работники постарались. И дело было в следующем. Дэн Прайс, генеральный директор американской компании кредитования и обслуживания клиентов, а также поддержки малого бизнеса Gravity Pinements, сделал нечто невероятное, увеличив минимальную зарплату своих сотрудников до 70 тысяч долларов в год. А для этого ему пришлось урезать свой собственный доход с миллиона долларов в год до тех же 70 тысяч, как и у всех. Это кажется невероятным, но тем не менее он это сделал. Они все и так любили Дэна, потому что он был со своими штатными работниками, как с друзьями. И они не остались в долгу. Все прекрасно знали о мечте Дэна купить новую Tesla Model S. Но так как он урезал свою зарплату и уже не мог этого сделать, они решили сами собрать деньги и осуществить мечту своего босса. В течение полугода каждый из 120 членов фирмы откладывал от своей зарплаты некоторую часть, что позволило им сделать этот подарок, который растрогал Дэна до глубины души. Они подарили ему машину его мечты. И глядя на это, понимаешь, какими по-настоящему прекрасными могут быть отношения между начальниками и подчиненными, в которых стирается грань и рушатся барьеры, разделяющие людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова